Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами Джокер, и сегодня я вам покажу довольно-таки неплохие механизмы, которые называются скрытые активаторы. Они вам, ну я думаю, пригодятся. То есть вот он, самый первый, самый простой активатор. Стройте их, кстати, не буду. Вот самый первый, самый простой активатор. Мы ставим сюда редстоун, и у нас сыграется лампа. Схема данного активатора выглядит вот так. То есть тут мы ставим вот так вот блоки, тут ставим репитер, и вот внизу или тут сбоку ставим красный факел. Вот, в принципе, вся схема. Едем дальше. Дальше у нас такой вот тоже неплохой механизм. Ставим, по-моему, вот сюда, да, красный факел, и он сживается. То есть вот, смотрите, мы ставим, у нас подается короткий сигнал, и у нас как бы загорается лампочка, и потом гаснет. Вот. Схема выглядит вот так. Сможете остановить, запомнить ее, или там, я не знаю, повторюсь уже, остановить видео, вот, и построить данную схему. Дальше схема чуть посложнее. Тут уже немножечко по-другому она построена. Вот, то есть мы опять же ставим наш редстоун, редстоун факел, и у нас вот загорается лампа, и потом гаснет. Ну, данная схема уже выглядит вот так. То есть тут так же само, в принципе, идет. Все только лишь у нас здесь красный блок уже по-другому стоит. Дальше у нас идет вот такая вот схема. Эту схему придумал не я, эту схему придумал Твиз. Ссылочка на оригинальное видео будет в описании. Ну, я ее вам решил показать. То есть мы, допустим, берем что-то из нашего сундука, и у нас все активируется, как вы можете заметить. Вот. То есть все прекрасно работает. Данная схема выглядит вот так. В сундуке лежит, сейчас я вам покажу, стак чего-нибудь. То есть каких-нибудь блоков. Вот, как вы можете заметить, оно довольно-таки просто строится тоже. Тут у нас стоит компаратор, тут факел, тут тоже факел, тут поршень с обычным блоком и сундук. Едем дальше. Дальше у нас вот такая вот схема уже чуть усложненная. Тут мы уже ставим просто redstone, он сразу же сшибается, и у нас как бы такой вот длительный сигнал, как бы так, получается. Это пригодится для каких-нибудь там тайных дверей, или я не знаю, для чего еще. Вот мы ставим опять, и у нас вон-то потухает. Дальше, в принципе, точно такой же активатор, только уже немножечко компактнее. Выглядит он вот так. Мне кто-то в ВК написал. Выглядит он вот так. Только он уже, как бы, здесь уже подается просто короткий сигнал. Не длительный, как здесь, то есть вот. А обычный короткий сигнал. Вот. Ну и последний активатор. Это вот такой вот у нас активатор тоже. Да, кстати, забыл показать, как данный активатор строится. То есть вот таким вот образом он строится. Вот так, да. И теперь давайте приступим к последнему активатору. Ну, последний тут уже немножечко тоже потяжелее строится. Но, в принципе, схема довольно-таки простая. То есть мы ставим сюда редстоун, и у нас загорается лампочка. Ставим опять редстоун, и у нас загорается опять лампочка. То есть такой вот короткий сигнал у нас появляется, и потом исчезает. Строится данная схема, в принципе, просто. У нас ставится вот так поршень. Потом на него ставится котел. Потом вот таким вот образом выставляются блоки. Здесь у нас ставится компаратор, не на вычитание. Потом тут у нас идет факел. И тут у нас идет репитер и редстоун. Репитер на максимальной задержке. Ну и дальше там вам куда нужно сигнал отводить. Ну, в принципе, это все, что я вам хотел показать в данном видео. Я думаю, вам данные активаторы пригодятся. Допустим, в постройке какого-нибудь там, я не знаю, тайного убежища или что-то вроде такого. Вот. Ну, я думаю, я вам помог. Подсказал вам некоторые активаторы. Вот. Ну и всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. А сам был Джокер. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...